Много кто слышал, но мало кто успел проверить на личном опыте. Речь идет о так называемых европротоколах. В скором времени возможности его оформления после ДТП будут расширены. В частности, увеличится выплата при аварии. Сейчас максимальный размер страхового возмещения составляет 50 тысяч рублей. Уже летом эта сумма возрастет до 100 тысяч. О принципиальных изменениях и о том, как заполнить европротокол без ошибок, чтобы получить положенную компенсацию, расскажет Олег Хатанзейский. Типичная ситуация. Двое водителей попали в ДТП. Авария несерьезная, повреждения незначительные. Что в таком случае делать водителям? Ну, конечно, можно вызвать сотрудников ГИБДД. Впрочем, оформление дорожного происшествия займет не один час. Или вот, оформить европротоколы. На заполнение всех документов участникам ДТП понадобилось 40 минут. Здесь главное, чтобы автовладельцы не допустили ошибок. Ведь иначе страховая компания откажется выплачивать компенсацию. С такой проблемой сталкиваются сотни российских водителей. Отставить свои права затем приходится в суде. Поэтому госавтоинспекторы призывают владельцев транспорта. Не поленитесь и прочитайте правила оформления так называемых европротоколов. Процедура не сложная. Например, виновнику аварии и пострадавшему обязательно придется сделать несколько кадров. Мы делаем обширное фото, чтобы захватить проезжую часть и сам момент ДТП, откуда кто ехал, фиксируются все повреждения автомобилей, фиксируются осколки, обломки, фиксируются государственные номера и уже в дальнейшем фиксируются вблизи повреждения на автомобилях. Если ДТП с минимальным ущербом, а между сторонами найден компромисс, кстати, важно, чтобы оба водителя были трезвыми, то европротокол самый оптимальный вариант. Однако практика показывает, такой способ оформления мелких аварий в нашем регионе не особо популярен. В 2015 году специальными бланками воспользовались всего 15 человек. В прошлом 5. Объясняется это просто. Во-первых, при заполнении документов водители по незнанию боятся допустить ошибки. Во-вторых, определить приблизительную сумму ущерба потерпевшей стороне необходимо самостоятельно на месте ДТП. Должны соблюдаться следующие критерии. Первое, это столкновение двух транспортных средств без потерпевших. Второе, оба участника ДТП должны иметь при себе полис ОСАГО страховой обязательно. Третье, сумма ущерба не превышает 50 тысяч рублей. Ну, четвертое, естественно, это, чтобы не было разногласий у участников ДТП. То есть они пришли к обоюдному мнению, что да, они готовы оформить аварию по европротоколу. Очень часто пустяковые аварии становятся причиной больших пробок. Казалось бы, в таких ситуациях европротокол – идеальный вариант. Заполнили все бланки и разъехались. Впрочем, зачастую между водителями разгорается ожесточенный спор. Такая дискуссия на повышенных тонах может затянуться на несколько часов. До тех пор, пока до места происшествия не доберутся сотрудники ГИБДД. Уже летом подобные ситуации уйдут в прошлое. Оформить аварию по европротоколу можно будет, даже если автолюбители так и не смогут договориться между собой. Еще один плюс новых правил для тех, кто до сих пор сомневается в европротоколах – предстоящие увеличения выплат. С лета страховщики обязаны возмещать ущерб до 100 тысяч рублей. Поправки в закон приняли депутаты Государственной Думы. О том, что европротоколы-то удобны, говорят уже не один год. Особенно для тех, кто попал в ДТП на трассе, а в нашем случае на автозимнике, где нет мобильной связи и постов ДПС. Специальные бланки имеет каждый водитель. Их выдают вместе со страховкой на машину. Однако, если вы все же не уверены в европротоколах, вызывайте госавтоинспекторов. Например, в такой ситуации без полиции навряд ли обойтись. Али Хатанзийский, Александр Дуркин, Телеканал Север. Али Хатанзийский, Александр Дуркин.